В целях безопасности полёта просьба пассажиров пройти зону контроля. Набор своего авиалайнера, нового детского сада, ребята приглашают первых гостей. Образовательное учреждение на улице Кутузовская под названием «Экипаж детства к полёту готов». Иван с братом-двойняшкой в садик ходят последний год. Радуются, что теперь все игрушки новые, в группах есть интерактивные панели, да и находится он совсем рядом с домом. А к детсадовскому режиму они уже привыкли. У нас после занятий мы идём на занятия физкультуру или музыку. Сегодня у нас была музыка, и после музыки у нас был второй завтрак. После второго завтрака мы чуть-чуть поиграли. Дошкольные учреждения рассчитаны на 16 групп. Сюда придут 400 маленьких жителей Трёхгорки в возрасте от 2 до 7 лет. Масштабы садика позволят принять и больше, уверен глава муниципалитета. Замечательный детский сад. Я не помню уже таких масштабов и объёмов, как этот садик. Плюс эти новые решения, технологии по всем мокрым процессам. По таким плитам они нам дают возможность в мастерее заканчивать стройку и в дальнейшем эксплуатировать проще. Антивандальные стены, просторные, спортивные и музыкальные залы. Медкабинет оснащён современным оборудованием. Здесь можно и диспансеризацию пройти, и сделать прививку. Оборудование на кухне, по словам повара, позволяет готовить разнообразные блюда. Абсолютно всё можно готовить. И котлеты, и гарниры, и выпечку, и запекалки. Всё можно готовить. Оборудование на кухне, как и всё оснащение сада, исключительно отечественного производства. Образовательное учреждение очень хорошо оснащено. Прекрасная детская мебель, оборудование. Всё это отечественные производители. И качество очень достойно, очень высокое. Просторные прогулочные веранды смонтированы по индивидуальному эскизу застройщика. Площадки оборудованы современными игровыми элементами. Детский сад «Экипаж детства» вошёл в структуру образовательного центра «Флагман». Маленькие пассажиры и педагоги в полном составе. Поэтому сомнений нет. Полёт будет удачным. Полина Бахова, Артём Ломоносов, телекомпания «Одинцова».